Глава 39. Если бы не темные отверстия в районе виска, мертвым Поль де Перетти выглядел даже лучше, чем живым. Комиссар Лопес пришел к этому странному заключению, закрывая молнию черного пластикового мешка, в который уложили трубброкеры. Он знаком показал работникам судебно-медицинского института, что они могут уносить носилки. В конце улицы мигалка скорее добавляла свое пульсирующее сияние к первым утренним лучам солнца. Лопес не сильно ошибся в своих предсказаниях. Де Перетти кончил жизнь в канаве посреди ночи с полными кокаиноноздрями и карманами. Конечно, на несколько недель раньше, чем он предполагал, и с пулей в виске, но это мало что меняло. Лопес даже был склонен думать, что брокеру сделали одолжение, сократив его схождение в преисподнюю. Хотя комиссар старался не выказывать чувств на месте преступления, он всегда испытывал жалость к жертвам. Стоя у безжизненного тела Поля де Перетти, он, однако, не ощутил ничего. Вероятно, потому что для того жизнь давно закончилась. Ему было наплевать на него, вот и все. Как в том глупом фильме с Брюсом Уиллисом, где мертвые разгуливают среди живых, не замечая, что они принадлежат больше к тому же миру, что и последние, что не срабатывало в кино, иногда реализовывалось в настоящей жизни. Де Перетти стал пустой скорлупкой задолго до этой ночи. Никто о нем не будет сожалеть, разве что его дилер и декоратор его квартиры. И все же в этой смерти имелись и глубоко неприятные для Лопеза моменты. Прежде всего то, что в пять часов утра ему приходилось околачиваться на прованявшей мочой улочке. Во-вторых, тот факт, что де Перетти являлся ключевым свидетелем. Теперь, когда его не стало, испарился и самый серьезный шанс раскрыть убийство Боденже. Больше же всего беспокоило то, что он нигде не упоминал имени брокера ни в деле, ни накануне во время летучки в конторе. Комиссар никак не мог избавиться от мысли, что де Перетти убили, потому что они беседовали. Что вело к другому имени, которое как раз и звучало во время его разговора с подчиненными. Узнав, что де Перетти убит, он первым же делом позвонил группе, которой было поручено вести наблюдение за Лоренцем, чтобы узнать, где тут провел ночь. Сперва на том конце провода повисло неловкое молчание. Затем ему сообщили следующее. В половине первого ночи из гаража Лоренца выехал автомобиль с тонированными стеклами. Одна из групп слежения двинулась следом, другая на всякий случай осталась у дома. Поколесив по западной части столицы, автомобиль оторвался от хвоста в районе площади Туаль. В гараж машина вернулась в 3.10 утра. Вывод. Лоренц, возможно, был в разъездах. Лоренц играл на его нервах. Этот мерзавец над ним издевался. И даже не скрывал этого, что больше всего злило комиссара. Удалились, упаковав чемоданчики коллеги-криминалисты. Оставшись один в обнесенной желтой лентой зоне, Лопес присел на скамью, рядом с которой нашли труп, и порылся в карманах в поисках пачки сигарет. Обнаружив, что забыл их дома, комиссар в полголоса выругался и добавил еще одну позицию к счету Лоренца. Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, Деперетти убили именно в этом месте. Стрелявший, как и брокер, вероятно, тоже сидел. Так как кровоподтеков на теле не осталось и ничто не указывало на борьбу, гипотеза судмедэксперта сводилась к следующему. Деперетти любезно беседовал со своим убийцей, когда тот выхватил пушку и, застигнув его врасплох, выстрелил в упор. Настоящая казнь. Хладнокровная, скрытная и эффективная. Лоренц. Вероятность того, что Деперетти просто случайно напоролся на каких-то отморозков, опровергали и другие детали. В карманах брокера нашли около тысячи евро наличными и почти на такую же сумму кокаина. Следовательно, это было не ограбление. Этот вывод вызвал цепную реакцию в мозгу комиссара. Он резко вскочил и со всех ног рванул в конец улицы. До машины скорой помощи он добежал в тот момент, когда санитары уже закрывали заднюю дверь. — Подождите! — закричал он издалека. — Они остановились. — Хочу кое-что проверить, — пояснил запыхавшийся Лопес. Отдышавшись, он забрался в машину и потянул за молнию пластикового мешка, раскрыв труп до пояса. Тотче же подтвердилось то, что отложилось в памяти, когда он впервые увидел растянувшееся на земле тело. Тогда он не обратил на это внимания. Теперь же это бросалось в глаза. Левый рукав жертвы был приподнят до запястья. Часы исчезли. Безразличие Лопеза по отношению к мертвецу сменилось внезапным приступом гнева. Лоренц мог позволить себе любые безделушки, какие только пожелал бы. Он обобрал труп просто из желания подвергнуть его последнему унижению. Счет начинал становиться слишком уж крупным. Лопес пообещал себе взыскать с этого негодяя все до последнего евроцента. До последнего и с процентами. Глава сороковая Элиас Штерн покачал головой. — Нет, сожалею. Это невозможно. Эбот посмотрел на него с мольбой. — Мы ничего не можем для вас сделать. — проронил Штерн. — Вы зашли слишком далеко. — Прошу вас. — Они меня убьют. Эбот. Ему изменил голос. В физическом плане Эбот выглядел лучше, чем утром, когда оборвался в квартиру к Валентине. Едва почувствовав себя лучше, он все и объяснил. Убежденный, что ему предстоит стать следующей жертвой, он ударился в бега, едва узнав о смерти Боденже. Долго шел пешком, пытаясь как можно дальше удалиться от своей квартиры. Спустя несколько часов он осознал, что не знает, куда идти. В спешке он оставил дома всю свою наличность и захватил с собой лишь пару вещей из шкафа. Не имея денег на гостиницу, провел ночь на улице, прикорнув за каким-то грузовичком. На следующее утро, сожалея о необдуманном бегстве, он вернулся в свой квартал и из осторожности расположился у сада инвалидов, решив осмотреться, прежде чем подняться к себе. Со своего наблюдательного пункта он видел, как в здание вошел Лопес, а вслед за ним и Валентина. Ни один из них, однако, не походил на убийцу. Обескураженный он последовал за молодой женщиной и, стоя на лестнице, услышал, как Лопес предложил ей войти. Тогда и он, в свою очередь, поднялся на третий этаж и через приоткрытую дверь подслушал разговор непрошенных гостей. Ему не составило труда понять, кто они такие и зачем явились. Когда Лопес вышел, он едва успел подняться на этаж выше. Валентина удалилась через полчаса. Ибот решил, что уж теперь-то сможет забрать вещи, но оказалось, что, уходя, она заперла дверь на ключ. Он оказался в затруднительном положении. Ни денег, ни одежды, домой не попасть. Не зная, как быть, пешком дошел до фонда Штерна. Несколько лет назад он прочел статью о торговце и помнил, что тот живет на улице Сан-Пер. Никакой другой информации у него не было. Тут удача ему, наконец, улыбнулась. Свернув на улицу Сан-Пер, Эбот издалека заметил выходившую из ворот Валентину и направился за ней. В Люксембургском саду ее поджидали мужчина и девочка. Мужчина двинулся по направлению Ксения, Валентина и девочка спустились в метро у Сан-Мишель. Разведен, как подумал Эбот. Сам не зная, почему он последовал за женщиной и ребенком до их жилища. Эбот устроился на противоположном тротуаре, в нише между двумя строениями. Внимания на него никто не обращал. В этом квартале водилось столько бомжей, что местные жители уже давно смотрели на них, как на элементы городского пейзажа. С того места, где он разместился, отлично просматривался фасад здания. Имея возможность наблюдать за жителями, Эбот запомнил входной код. Квартиру Валентины вычислил, когда та появилась в окне, чтобы выкурить сигарету. Второй этаж со стороны фасада прямо над закрытой мастерской. В половине девятого вечера в подъезд вошел молодой парень с доверху набитым продуктами пакетом. У Эбота заурчало в животе, он уже около полутора суток ничего не ел, и все бы отдал за чашку горячего кофе и гамбургер. Он подождал еще немного, а затем его смолил сон. Пробудился посреди ночи, когда хлопнула входная дверь здания, заметил, как быстрым шагом удаляется темный силуэт. Дрожа от холода в легкой одежде, которую он захватил с собой, убегая из дому, Эбот понял, что умрет с голоду, либо от истощения, если проведет на улице остаток ночи. Скитаться по Парижу в поисках теплого местечка он не осмирился. Чувство отчаянного смирения привело его к Валентине. Он предпочел бы скорее сесть за решетку, чем умереть вот так, как собака посреди улицы. Теперь, подкрепившись, вымывшись и немного отдохнув, он даже думать не хотел о смерти. — Зачем кому-то вас убивать? Эбот поднял голову и пристально посмотрел на торговца. — А вы подумайте. — Если вы вложили уйму денег в покупку дюжины картин, а затем узнали, что все они подделка, что вы предпочтете? Увидеть, как ваша инвестиция обращается в ничто? Или же уничтожить доказательства вашей ошибки? В курсе были только я и Боданже, он мертв. Вывод делаете сами. — Вам известно, куда разошлись ваши работы? — Чего не знаю, того не знаю. Я рисовал, Боданже занимался продажей, а прибыль мы делили пополам. Он всем вешал одну и ту же лапшу на уши. Дескать, один его друг унаследовал кучу картин и нуждается в наличности, чтобы войти в права наследования. Предпочитает, мол, скорее потерять на продаже, чем выплатить половину в качестве налога и ответить на массу нелицеприятных вопросов. Боданже заявлял, что у него нет ни малейших сомнений в подлинности полотен и даже обещал клиентам предоставить свидетельство. — Это было слишком уж смело с его стороны, — заметила Валентина. — По сути, — поправил ее Эбот, — он почти ничем не рисковал. Когда приобретаешь картины в таких условиях, то не станешь сразу же демонстрировать их всем и каждому, особенно если выплаты производятся наличными или переводом с номерного счета в Швейцарии. В худшем случае мошенничество открылось бы лета так через десять-пятнадцать. Боданже давно бы уже грелся на солнышке где-нибудь в теплых краях, да и я бы залег на дно. Стоя в стороне у оконного проема, Гейнс разглядывала сад, делая вид, что ее разговор не касается. — И люди на это велись? — спросила Валентина. Бод кивнул. Они были уверены, что заключают сделку века. Заплатить треть от цены картины признанного мастера, подлинность которой подтверждена известным экспертом, да от такого любой будет на седьмом небе. Велись, как миленькие. Мы продавали по четыре-пять картин и порядка десяти рисунков ежегодно. Мне на жизнь хватало, да и Боданже не жаловался. Его взгляд переместился с Валентина на Штерна, а затем пробежался по комнате. Он вздрогнул, увидев свое отражение в огромном зеркале в стиле Людовика XIV, висевшем напротив. Он не сразу узнал этого давно не брившегося, сполосевшей головой мужчину. Затем заметил ирисы Ван Гога и долго не сводил с них глаз. Внезапно он вернулся к реальности. Все шло хорошо до прошлого года. А потом что случилось? Боданже нашел крупного покупателя. Одну за другой он продал ему шесть или семь картин всего за пару месяцев. Я просил его остановиться. Это становилось рискованным. В конце концов, парень мог что-нибудь заподозрить. И потом, мои запасы тоже небеспредельны. Боданже меня не послушал. Он стал гурманом. Убеждал, что это наш самый крупный куш, что через несколько месяцев мы сможем навсегда завязать с этим делом. А вам известно, кто это был? Боданже хранил его имя в тайне. Мне нужно было проявить большую твердость, но он требовал от меня все больше и больше картин для этого покупателя. Я работал по пятнадцать часов в день. Уставал, как собака. Он пожал плечами. Ну вот. Теперь вы знаете все. Сдайтесь полиции. Посоветовал ему Штерн. Это лучшее, что вы можете сделать. Фальсификатор нервно вздрогнул. Вы так ничего и не поняли. А что я должен был понять? Они и есть полиция. Что вы хотите этим сказать? Вы видели, как быстро они среагировали. У них есть связи на самом высоком уровне. Его ответ погрузил Штерна в задумчивое молчание. Перехватив взгляд Валентины, торговец понял, что, как и он сам, она подумала о фотографии супруги, премьер-министра, позирующей перед акварелью Шагала. Возможно, предположение Ботова вовсе не было таким нелепым, каким казалось на первый взгляд. Гейнс оторвалась от созерцания сада и повернулась к ним. — Есть и другой выход, — сказала она. Голубые глаза торговца тотчас же потемнели, что было верным признаком недовольства. — Можно вас на секундочку? — спросил он у агента ФБР. Гейнс кивнула. Она предвидела подобную реакцию. Она покорно проследовала в коридор за Штерном, тогда как Валентина и Бот остались в кабинете. — Вы в полной мере осознаете последствия ваших слов, — прошептал Штерн, едва они оказались за дверью. — Разумеется. — Утром у меня состоялся разговор с начальством. Оно согласно. — Этот человек — преступник. — Мне это известно. — Наша роль заключается в том, чтобы не позволить ему наносить вред обществу. Фонд был создан для того, чтобы бороться с подобными мошенничествами. Гейнс ответила сухим тоном. — Вы здесь не один распоряжаетесь, Нехер Штерн. — Десять миллионов долларов, которые мы ежегодно перечисляем фонду, позволяют нам кое-какие решения принимать в одностороннем порядке. Признайте, что до сих пор мы были не слишком придирчивы к тому, как расходуются наши деньги. Она помолчала и уже смягчившись добавила. — Я просто пытаюсь сказать, что на свободе Эбот будет нам гораздо более полезен, чем в тюрьме. — И какую же сделку вы намерены ему предложить? — Помимо вас, по сей день о его существовании никому не было известно. Мир и дальше может оставаться в неведении. Мы тайком переправим его на родину и подождем, пока здесь все утихнет. Он получит новое имя, новую жизнь вдали от Парижа. Взамен мы попросим его сотрудничать с нами. Если этот тип изготавливает столь искусные подделки, он должен уметь распознавать и подделки других. Подобные специалисты — редкость. Его знания нам пригодятся. А как же его контрафакции? Сделаете вид, что их тоже не было? Мы воспользуемся картотекой, которую принесла Валентина, чтобы выложить их фотографии на сайте ФБР. Сообщим об их существовании в музее и аукционные дома и попросим проявлять бдительность. По мере появления этих картин на рынке мы будем выводить их из обращения. Конечно, на это уйдет какое-то время, но мы справимся. Штерн все еще не выглядел убежденным. — Но кто вам сказал, что Эбот согласится? А у него есть выбор? Сколько он протянет выпусти моего, как вы думаете? Он же не идиот. За такую возможность он ухватится обеими руками. Этот человек манипулирует нами, чтобы избежать тюрьмы. Ему нельзя доверять. Придется рискнуть. Штерн предпринял последнюю попытку переубедить ее. — На убийство БДНЖ. О нем мы тоже забудем? — Это не в нашей компетенции. Пусть им занимается уголовная полиция. Нам нужен Эбот, а остальное нас не касается. Вы играете с огнем. Смотрите, не поджарьтесь, как ваш предшественник. Сурель тоже считал себя очень умным. Американка приняла это предостережение с холодным безразличием. Иногда приходится поступаться принципами, чтобы увидеть, как они побеждают в конце партии. Но ведь не мне вас учить, мс. Штерн, не так ли? Глава сорок первая Взгляд Вермейера переместился на серебряные часы Жерар Перрего, помещенные на место прикуривателя Мазерати. Он вздохнул и приложил ладонь к клаксону. Тишину вечера разорвало пронзительное завывание. Голландец не отнимал руку от кнопки до тех пор, пока примерно через минуту из подъезда не выскочила Валентина. Перебежав на противоположную сторону улицы, она открыла дверцу и устроилась рядом с ним. Я уж замучился ждать. Сожалею, женские штучки, так как ты не сказал, куда мы направляемся. Я попыталась придать себе презентабельный вид. На черное платье, заканчивающееся выше колен, она накинула приталенную куртку, а волосы собрала в шиньон. — Помада, тушь для ресниц, жидкая пудра для лица, — заметил Вермеер. — Не будь мы друзьями... — Валентина покраснела. — Не будь мы друзьями. Я бы врезала столь беспардонно пялищемуся на моей ляжке мужчине пощечину. — Ну так как мы друзья, ты ничем не рискуешь, так что позволь мне немного усладить свой взор. Вместо ответа Валентина сняла куртку и положила на колени. Вермеер вздохнул. — А ты совсем не жадная. — Нисколечко. Вермеер придавил педаль газа, направив автомобиль к окружной автодороге. — Куда ты меня везешь? — Сюрприз. — Хьюго! — простонала Валентина. — Вот только не надо этих твоих... — Ну хорошо, хорошо. Мы едем смотреть одно представление. По крайней мере, я надеюсь, что оно будет одно. — Только не говори, что взял билеты, не наведя предварительно справки. — Люблю приключения. — И много потратил. Вечер обошелся Вермееру примерно в двадцать тысяч евро, не считая возможного посещения ресторанов, в которые бы они забурились, чтобы поднять себе настроение, если бы шоу Такеши Оно не оправдало надежд. — Сущий пустяк, — ответил он. — Он съехал с окружной на дорогу, что вела к северу Парижа. — Как Жюльетта? — спросил он, вклинившись в поток с порывистостью потенциального самувийца. Я отыскала телефон ее бабушки с дедушкой, родителей Тома, и объяснила им ситуацию. Несколько дней побудет у них. Замолчав, она уставилась перед собой на дорогу. — Знаю я это выражение лица, — произнес Вермеер. — Говори! Я пообещала Жюльетте, что когда она вернется, мать будет уже дома. И теперь боишься ее разочаровать. Бедняжка совсем не знала отца. Мать увезли у нее на глазах. Я даже представить себе не могу, какой будет ее реакция, если мы не найдем Жюдит. Темно-синий Порш Кайман обошел их на всей скорости. Вермеер приглушенно выругался, вышел из ряда, настиг Порш и, приклеившись к его буферам, сигналил, как шальной, до тех пор, пока тот не уступил им дорогу. Довольный голландец сбавил скорость, но с левой колеи не съехал. — У тебя проблема с самооценкой, Фьюго. Вечно тебе нужно что-то доказывать. Мазератти, а они как чистокровные скакуны. Чтобы поддерживать форму, должны время от времени давать выход своей энергии. Расскажи про Эбота. Он принял предложение Гейнс. Будет сотрудничать с ФБР. В перспективе счастливая свадьба. Думаю, скорее развод. В тот самый день, как они ослабят внимание, Эбот сбежит на другой конец света. Такие парни никогда не меняются. — Что это с тобой? Больше не веришь в искупление? — Мы говорим о разных вещах. Для меня все это было игрой. Однажды мне бы надоело в нее играть, и все бы закончилось. — Жалеешь? — Вермейр повернул к ней голову. Лицо его от одной щеки до другой прорезала широкая улыбка. — Ежесекундно. Как вспомню обо всем этом адреналине, нутро переворачивается. Но жалеть — это роскошь, которую я, к счастью, еще могу себе позволить. — Окажись я в могиле, такой возможности у меня бы уже не было. Лучше пусть все будет так, как есть. Взор его вновь обратился к дороге, и вовремя. Мазерати едва не врезался в зад грузовичку, имевшему неосторожность ехать на максимально разрешенной скорости. Вермейр отчаянно затормозил, после чего, несколько раз мигнув фарами, отогнал грузовик в сторону. — Не хотел питать тебя пустыми надеждами, — продолжал он, — поэтому ничего и не сказал. — О чем этот Ихьюго? — О вечернем представлении. Его организатором выступает никто иной, как Такеши Оно, владелец Пластик Инкорпорейтед. Ни то, ни другое имя не вызвало у Валентины ни малейшей реакции. Пришлось Вермейру освежить ей мысли. Пластик Инкорпорейтед — это общество, которое пластифицирует покойников. Так было написано в каталоге выставки. Отпустив баранку, он вынул из кармана брюк бумажник, из которого вытащил сложенный в четверо листок бумаги. Развернул и протянул Валентине. Лишь тогда его руки вновь легли на элегантный руль с тремя ответвлениями, украшенной трезубцем по центру. Что это? Попросил одного из моих информаторов попытаться хоть как-то связать Пластик Инкорпорейтед с Такеши Оно. Этот имейл пришел сегодня утром. Прочти и сама все поймешь. В графе «Отправитель» значилось «Mitsui Bank of Investment». В тексте послания, составленного на английском, говорилось, что капиталом Пластик Инкорпорейтед владеет дутая фирма, также зарегистрированная на Тайване, единственным акционером, который является Такеши Оно. К письму прилагались доказывающие сей факт документы. Валентина даже не попыталась уточнить, почему управляющая японского банка присылает Вермейеру конфиденциальную информацию об одном из своих соотечественников. Кое-что о друге она предпочитала не знать, ради спокойствия их отношений и ее ночей. — Кто этот тип? — спросила она. Такеши Оно запатентовал процесс консервации тел. В середине 1990-х основал акционерное общество. Благодаря успеху Арс Мортис стал невероятно богатым. Отличный бизнес. Неудивительно, что Оно так заинтересован в том, чтобы он продолжался как можно дольше. Вермейер въехал в Париж через Порт-де-Ля-Шапель. До сих пор, — продолжал он, — все шло хорошо. Арс Мортис привлекала тучи народу повсюду, где выставлялась. В Париже, однако, пошли протесты, и некий судья даже открыл дело, потребовав от организаторов доказательства того, что трупы оказались у них в результате добровольных пожертвований. Вероятность того, что экспозицию запретят, весьма велика. На пластик инкорпорейтед уже подавали в суд. Тогда все обошлось, но если выставку закроют у нас, возможно, примеру Франции последуют и другие страны. Стало быть, Оно не может позволить себе сейчас даже малейшего скандала? Именно. Но вот как ты назовешь возможность того, что одно из тел было нелюбезно преподнесено в дар семьей усопшего, как он утверждает, окуплено где-нибудь незаконным образом, к примеру, в Чечне? Скандалом. Скорее, атомной бомбой. Если это тело окажется трупом тома, непременно возникнут вопросы и о происхождении других. И Арс Мортис запретят повсюду. Вот почему им так важно заставить Джудит молчать. То есть это действительно было тело тома. Закончил ее мысль в Эрмейр. Разумеется. Иначе зачем бы им забирать Джудит? Валентина внезапно поняла причину своего присутствия в машине. Так ты думаешь, что Оно будет там сегодня? Надеюсь. Не то вечеринка рискует затянуться. В следующие несколько минут он рассказывал ей о просмотренном в бункере видео целомудренно опустив кое-какие детали. Тем не менее, Валентина поежилась от отвращения. Какая мерзость! Не для всех. Зрители отнюдь не выглядели смущенными. А уж главный персонаж фильма так и вовсе, как мне показалось, получал от этих пыток наслаждение. Даже если Оно и будет там сегодня, как мы отыщем Джудит? В этом-то вся и проблема. Только не говори, что ты об этом не думал. Не можем же мы просто вломиться туда, напасть на Оно, приставить ему нож в горло и потребовать, чтобы он сказал, где Джудит. А я уж и решил, что так и поступим. Валентина с трудом сдержала поднявшийся в ней гнев. Хьюго! Нужно что-то придумать. Вермейр припарковался на автобусной остановке метрах в двухстах от магазинчика-мутанта. Слишком поздно. Заявил он, заглушив двигатель. Приехали. Раз так, я и с места не сдвинусь. Пошли, будем импровизировать. Это тебе не в твои глупые игры играться. Если сядем в Галошу, Джудит больше не увидим. Будем сидеть сложа руки, тем более ее не увидим. Давай выходи. Представление вот-вот начнется. Валентина нехотя подчинилась. Надеюсь, Хьюго, ты знаешь, что делаешь. Ты говоришь с человеком, которому к виску пистолет приставляли. И держал его, могу тебя заверить, отнюдь не мальчишка какой-нибудь. Уверенность Хьюго плохо отражала одолевавшие его со всех сторон сомнения. Лет десять назад перспектива погрузиться в неизвестность его бы только обрадовала. Прилив адреналина наполнил бы синапса удовольствием, и он бы ощутил, как энергия разливается по каждой клеточке тела. Направившись к нужному строению, он попытался понять, что чувствует сейчас. Оказалось, ничего. Ни прилива адреналина, ни волнения, ни энергии, вообще ничего. Едва он шагнул под портик, в горле образовался комок, который медленно спустился вниз и достиг желудка в ту самую секунду, как он нажал на звонок. Вот, значит, каков он настоящий страх, — промелькнуло в голове. Подумать только, раз сто рисковал жизнью ради десятой доли этих эмоций. Несмотря на явственное чувство тревоги, Вермеер оценил парадокс. Еще немного, и он бы улыбнулся. Глава 42 Женщина была огромной. Не просто крупной или тучной, огромной. Скованные шитым серебром бюстгальтером груди раскачивались в ритме ее маятниковой походки. Впереди, отстраняя рукой каждого, кто вставал на пути, шел охранник, другой шествовал в арьергарде, третий остался за баранкой черного хаммера, припарковавшегося у ресторана. Стоило женщине войти внутрь, как на нее устремились взгляды всех присутствующих. Комиссар Лопес был не менее других, очарован сопротивляемостью ткани, которой, вопреки всем законам природы, удавалось сдерживать эту груду плоти. Первым делом он подумал о бортопеде. На которого ляжет тяжелая задача по восстановлению лодыжек мадам, когда огромные подошвы ее туфель-лодочек лопнут от напряжения. С уверенностью кинозвезды женщина прошла по центральной аллее в направлении салона, зарезервированного за ней в глубине зала. Яркий блеск на платье, на уровне бедра, привлек внимание Лопеса, когда она проходила мимо. Бриллианты на серебристой парче воплощенную скромность. Что до хорошего вкуса, то им здесь и не пахло. Под бриллиантами обнаружились часы, а под ними рука, затерявшаяся среди двух жировых складок. На запястье, скрытой пышным силуэтом супруги, висел Лоренц. Мерзавец вошел в салон первым, но прежде чем сесть, проследил за процессом приземления своей второй половины. Поддерживаемая охранником, та осторожно опустила внушительный зад на сиденье и лишь затем откинулась на спинку. Стул немного покачнулся, сильно затрещал, но выдержал. На лице супруга отразилось облегчение. Он адресовал жене преисполненную дешевых сантиментов улыбку. Лоренц подал знак двум телохранителям встать у входа в салон и погрузился в изучение меню, тогда как жена завела долгий монолог. Время от времени она останавливалась, ожидая реакции со стороны мужа, и тогда он наклонял меню, кивал головой и бросал рассеянное «да-да», придавая тем самым жене новый импульс. Лопес позволил метродотелю принять у супружеской четы заказ, затем поднес ко рту соединенный с наушником микропередатчик и произнес «А они за столом». — Приступаем. Он встал и неспешно зашагал по центральной аллее. В тот же момент с другой стороны зала навстречу ему двинулась пара мужчин. Когда комиссар оказался у дверей салона, путь ему преградил один из охранников. — Прохода нет. — Но мне нужно в уборную, — простонал Лопес. Верзила положил ему на плечо тяжелую мохнатую руку. — Свободен, старичок. Лопес вздохнул. — Не хотите, по-хорошему будем, по-плохому. Он щелкнул пальцами и тотчас же в живот каждого из телохранителей врезалась дула пистолета. — И когда же вы научитесь понимать с первого слова? Отведя в сторону руку громилы, Лопес вошел в салон. Лоренс хотел было подняться, но комиссар жестом усадил его на место. — Без глупостей. — Ресторан окружен. — Не будем играть здесь в бешеных псов. Примечание. — Бешеные псы — культовый дебютный фильм американского режиссера Квентина Тарантино. Сюжет картины завязан на ограблении, после которого преступники собираются в назначенном месте на заброшенном складе на окраине города и пытаются выяснить, кто их подставил. Конец примечания. — Наденьте наручники на этих тупиц, — бросил Лопес двум полицейским, — и выведите через заднюю дверь. Только без шума. Не стоит пугать посетителей и персонал. — Понятно. Оставшись наедине с Лоренцем и его супругой в небольшом салоне, комиссар вытащил служебное удостоверение и небрежно бросил на пустой стул. — Комиссар Лопес, уголовный розыск. — Фотографии-то не очень. — Во что? Заставляют там так стричься? Лопес подобрал документ, вынул из уха наушник, и тот повис на вороте рубашки. Лоренц изобразил полнейшее непонимание. — И что же вас привело сюда, комиссар? — Решили отведать морепродуктов? — В таком случае советую взять поджаренного омара. Его жена открыла рот, намереваясь что-то сказать. — Не лезь, — скомандовал Лоренц. — Сам разберусь. Рот тотчас же закрылся. Лоренц продолжал. — С ума сойти! Уже и поужинать спокойно с семьей не дают. В какой стране живем, черт возьми? В салон вошел другой полицейский, тот самый молодой инспектор, который звонил Лопезу, когда Буденже столкнули под поезд на станции РР. — Взяли водителя, — шепнуло на ухо комиссару. — Проблем не возникло? — Да нет, сработали чисто. Никто из посетителей даже ничего и не заметил. — Отлично. Инспектор передал ему ключ от Хаммера. Жена Лоренца в упрошающе взглянула на мужа. Тот кивком дал понять, что она может идти. Она поднялась на ноги и, шурша, платьем исчезла. Лопез сел на ее место и принялся постукивать ключом по столу. — Что вам от меня нужно? — спросил, наконец, Лоренц. — В тот день, когда вы напали на моих людей... — О чем вы говорите? — воскликнул Лоренц с притворным возмущением. — Чтобы я причинил вред полицейским. — Да будь оно так, после организованной вами слежки меня бы давно уже засадили за решетку. — Один из парней, которых вы отметелили, не сможет выговорить ваше имя еще добрых два месяца. — Ну, кое-где плюсна у него осталась неповрежденной. Его показания уже у судьи. Когда он выйдет из комы, его коллега подтвердит, что вы напали на них без причины. — Перестаньте ломать комедию, комиссар. — Мой адвокат развалит их показания за пять минут, и вам это известно. — Арестовать меня вы не можете. Недостаточно доказательств. — Будь оно иначе, вы бы вломились ко мне часов в шесть утра и все там расхерачили, зная я ваши методы. — Тоже смотрю иногда новости. — Вы совершенно правы, — согласился Лопес. — Я пришел сюда не для того, чтобы вас арестовывать. — И если бы мог, с удовольствием переколотил бы у вас все дома, в том числе и вас самого. Он положил на стол перед Лоренсом КПК и включил. — Запись не самого лучшего качества, но действующих лиц разобрать можно. На миниатюрном экране побежало видео. Лоренс без труда узнал своих охранников. Двое из них держали одного из полицейских, тогда как третий, тот, что пару минут назад положил руку на плечо Лопезу, наносил ему один удар за другим по печени. Лопез выключил Палм Пайлот секунд через двадцать. — Это видео гуляло по интернету. На то, чтобы найти человека, снявшего его, у нас ушло несколько дней. Теперь его мобильный приобщен к вещественным доказательствам. Лоренс смирил полицейского равнодушным взглядом. Похоже, просмотр фильма его ничуть не смутил. — Не хотел бы показаться самовлюбленным, но только себя я в вашем фильме как-то не заметил. — А вас в нем и нет, — подтвердил Лопез. Свидетель начал снимать уже после того, как вы передали эстафету своим людям. — Вы хотите сказать, что не можете им воспользоваться, чтобы меня прижать? — Нет, не могу. — Но могу использовать его для того, чтобы ваши люди ближайшие пять лет провели в тюрьме. — Не думаю, что они захотят отсидеть за вас. Кто-нибудь из них в конце концов заговорит. Лоренс подпер кулаком подбородок. — Вы читали слишком много сказок, комиссар. — Ни один из них ничего вам не скажет. — Посмотрим. — Я тоже могу быть убедительным. Его ответ развеселил Лоренца. — Шли бы вы ловить всякую шваль, что грабят магазины самообслуживания, комиссар. Я вам не по зубам. Все мы живем надеждой. Моя заключается в том, чтобы засадить вас за решетку до конца дней. Не отрывая подбородка от сложенных вместе рук, Лоренс немного повернул запястье, чтобы взглянуть на часы. Его насмешливый тон окрасился суровостью. — Я голоден. — Если не хотите разделить со мной ужин, проваливайте. Лопес подхватил свой Palm Pilot и поднялся на ноги. Красивые. Промолвил он, указывая на часы, которые Лоренс снял с руки убитого Деперетти. — Модель для чиновников. Разработанная сводч. Научитесь экономить. Возможно, когда-нибудь тоже сможете позволить себе такие. — Вы ничего не забыли, комиссар? — Простите. — Мой ключ. Лопес опустил ключ зажигания от Хаммера в карман. — Какой ключ? Несмотря на отвращение, которое внушал ему Лоренс, комиссар сумел подавить тошноту. Гораздо тяжелее было вынести ужасное ощущение беспомощности, которое обжигало ему горло. Глава 43 Вермейер миновал портик и перечитал СМС-подтверждение, сохранившееся в памяти телефона. Воскресенье, 22 часа, адрес тот же, зеленая дверь. В глубине двора имелось две двери. Одна вела в магазин, где он купил DVD с сеансом пытки, другая, расположенная в противоположном углу, несла на себе остатки облупившейся зеленой краски. Сопровождаемый Валентиной Вермейер подошел к ней, дружески помахал рукой, закрепленной на стене над дверью к камере. Дверь открылась, и перед ними предстал мужчина в костюме. — Добрый вечер, — произнес он приветливым голосом. — Рад видеть вас снова. Вермейер смелил его внимательным взглядом. — Мы знакомы? Мужчина кивнул. — На днях вы приобрели у меня диск. Надеюсь, он вам понравился. Только тут Вермейер понял, что перед ним стоит мутант, тот самый. Но даже теперь ему с трудом удалось узнать в этом элегантном индивиде, облаченном в ладно скроенный костюм, приталенную рубашку и безупречно повязанный галстук, странное создание, которое обслуживало его тремя днями ранее. Облегающие кожаные брюки и туника в сеточку исчезли, как и внушительные готические сапоги, которые, уступив место изящным вечерним туфлям, вернули их обладателю нормальный рост. Кроме того, он удалил весь пирсинг. Приглядевшись получше, Вермейер заметил, что многочисленные дырочки на подбородке и носу замазаны толстым слоем тонального крема, почти незаметного в сумерках. Что до впечатляющих татуировок мутанта, то они полностью спрятались под одеждой. Но самые значительные изменения претерпела голова. Средней длины каштановые волосы скрывали вживленные в лоб импланты и спускались вдоль висков, прикрывая верхушки ушей, в мочках которых были уже не нефритовые кольца, но незаметные затычки цвета кожи. «Проходите, пожалуйста». Продолжал он, отступая в сторону. «Лестница в конце коридора. Хостессы укажут вам места». Все еще сбитый с толку этим превращением, Вермейр машинально последовал его указаниям. У лестницы их поджидали две женщины, одетые в классического покрое белые брючные костюмы. Обе носили одну и ту же прическу, строгая, коре, доходившая до основания шеи. Различался лишь цвет их волос. У одной они были черными, у другой — рыжими. Как и в случае с мутантом, Вермейр лишь спустя несколько секунд опознал в них ассистенток Такеши Оно. Сноровка одной из которых так поразила его на видео. Их преображение выглядело не менее разительным, чем метаморфозы их жертвы. Расставшись с комбинезонами из латекса, взамен они приобрели парики. Теперь, видя ассистенток вблизи, Вермейр заметил их крайнюю молодость. Без вытатуированных на лбу драконов они походили на девушек-подростков, только-только вышедших из какого-нибудь швейцарского пансионата. Вермейр, однако, поежился, когда вспомнил, как они вонзали крюки в грудные мышцы мутанта. Нет, если они где и обучались, то скорее не в заведении для богатых наследниц, а в академии для будущих садисток. Не произнося ни слова, молодые женщины провели их в просторную комнату, почти полностью погруженную в кромешную тьму. Небольшое освещенное пространство занимала двухуровневая эстрада. Там на откидных сиденьях уже сидели с десятых зрителей, среди которых Валентина заметила как минимум двух женщин. Все они избегали встречаться взглядами с вновь прибывшими. Девушки-распорядительницы усадили Вермейра и Валентину на два последних свободных места в конце эстрады, после чего удалились. Внизу, в метре от первого ряда, стояло отдельное кресло. То было яйцеобразной формой сиденья из полированного алюминия, спинка и подлокотники которого заметно возвышались над засованием, формируя своего рода кокон, открытый лишь спереди. «Рон Арат», — шепнул Вермейр на ухо соседки, — опытный образец. Примечание. «Рон Арат родился в 1951 году, гениальный дизайнер нашего времени, израильтянин по происхождению. Преобразовал жесткий и холодный листовой металл в пластичные, почти живые скульптуры, а мебель — в произведение искусства». Конец примечания. «Видит Бог, и без него я отсюда не уйду». Валентина не осмелилась ответить, из боязни нарушить кладбищенскую тишину, царившую в комнате. Так, в терпеливом ожидании, они провели три или четыре минуты до нового появления девушек-распорядительниц. Последние вошли через дверь, располагавшуюся напротив той, через которую вводили зрителей. Они шли бок о бок, с высоко поднятой головой, нога в ногу, словно участвовали в военном дефиле. Подойдя к креслу, ловко посторонились, позволив находившемуся позади мужчине устроиться в коконе, не будучи увиденным публикой. Со своего места Валентина заметила лишь мимолетную тень, тотчас же скрывшуюся за высокими ребордами металлического яйца. Лица мужчины она не видела, и даже возраст определить вряд ли смогла бы. Едва загадочный визитер уселся, единственная лампа погасла, погрузив комнату в кромешную тьму. Спустя несколько долгих мгновений, на протяжении которых зрители старались даже не дышать, с потолка упал яркий пучок света. Окутанный ослепительным ореолом, из сумерек внезапно выступил мутант, вызвав у публики парочку изумленных возгласов. — Добрый вечер, дамы и господа! — начал он торжественным тоном. — Мы очень рады видеть вас здесь. — Знайте, что вы принадлежите к числу привилегированных. То, что вам предстоит увидеть в высшей мере, поразительно. Он трижды хлопнул в ладоши, и с потолка упали еще три луча света. Первые два освещали прозрачные ванны, примерно в три метра длиной, стоявшие по обе стороны от него. Одна из емкостей содержала некую ярко-красную жидкость, другая — бесцветное клейкое вещество. Третий луч был направлен на внушительный плексигласовый куб, занимавший всю заднюю часть комнаты. Внутри, на одинаковом расстоянии друг от друга, были расставлены восемь ящичков, от каждого из которых отходил провод, соединенный с зафиксированной на полу по центру куба электрической розеткой. — То, что вам предстоит увидеть, — повторил мутант, — является воплощением мечты, основополагающей мечты человечества. Действительно, кто из нас в самых безумных своих мыслях не желал хоть раз в жизни обрести дар бессмертия? К сожалению, все мы знаем, что эта мечта иллюзорна, что вечность есть лишь химера. Он сделал паузу. — Если прежде, чем явиться сюда, вы думали именно так, знайте, что вы ошибались. — Дамы и господа, ваш сегодняшний хозяин предлагает вам сделать эту мечту явью. Вечность не больше и не меньше. Вот что он готов вам предложить. Ответом на его слова был гром аплодисментов. Лишь теперь комната осветилась целиком, за исключением той ее части, где сидели зрители. Через боковую дверь вошел азиатской внешности мужчина. Позади него две девушки и распорядительницы катили больничную тележку, покрытую простыней, под которой угадывались человеческие формы. В медицинском халате и защитных очках, скрывавших добрую половину лица, азиат встал по среди зала лицом к публике. Девушки установили носилки перед ним, параллельно эстраде. — Это он, — шепнул Вермейр. — Такеши Оно. — Уверен? — На все сто. Мутант сделал шаг в направлении вновь прибывшего. — Мастер Оно не говорит по-французски, — продолжал он. — Поэтому я буду переводить все, что он скажет. Монотонным голосом Такеши Оно излагал нечто около минуты по-японски, после чего слово вновь взял мутант. Душа и тело тесно связаны. Чтобы защитить одно из них, нужно беречь другое. Когда человек умирает, его душа покидает телесную оболочку, высвобождая процесс клеточного разрушения и открывая путь к гниению плоти. Однако не все живые существа подвержены этой дегенерации. К примеру, саламандра способна вотрождаться вновь и вновь. Для некоторых цивилизаций она являлась воплощением вечной жизни. Для других, вроде древнего Египта, она представляет напротив холодность смерти. Вот почему она является совершенным символом нашего действия. Он замолчал и вопрошающе взглянул на Оно. Тот указал на безжизненное тело под простыней, сопроводив свой жест парой коротких фраз. — Эти бренные останки, — перевел мутант, — вскоре примут тот же вид, какой имели до смерти. Я верну им душу, в результате чего они оживут на глазах своих близких. Оно поблагодарил его легким кивком и адресовал властный жест девушкам-распорядительницам. Те сорвали простыню, сложили ее и опустили на пол рядом с тележкой. Появилось тело обнаженной женщины ужасно худое. На лице ее была белая пластиковая маска, из-под которой выбивались длинные пряди темных волос. Валентина почувствовала, как к горлу подступает ком. Она схватила руку Вермеера и сжала ее в своей. — Жюдит! — прошептала она, чуть не плача. — Они убили Жюдит! — не говори ерунды! Попытался успокоить ее Вермеер. — Рост! Фигура! Сам посмотри! Вермеер хотел ответить, но мутант вновь взял слово. — Это тело будет подвергнуто сложному химическому процессу, — пояснил он, указав поочередно на две ванны. — Сначала мастер Оно избавит ткани от опасности гниения. Благодаря им же изобретенной технологии, коей в должной мере владеет лишь он один. После того, как первый этап будет пройден, тело обретет прежнюю гибкость и физические качества. Затем мастер Оно вернет этой женщине прежний вид. Тело и лицо ее будут сформированы так, что смерть отступит, и она вновь станет сама собой. На последнем этапе ткани будут помещены под герметический колпак для обращения их в твердое состояние, — он указал на прозрачный куб. Мастер Оно впервые согласился провести эту операцию перед зрителями. Отсюда и тайна, которую мы вынуждены блюсти, и уровень вашего финансового участия. К вашему сведению, пластик Инкорпорейтед, которому принадлежат права на использование этой технологии, в ближайшие месяцы намеревается предложить свои услуги по консервации тел частным лицам. По причине тяжести процесса в год этой возможностью смогут воспользоваться лишь несколько десятков человек. Ваше присутствие здесь дает вам право оказаться автоматически внесенными в нашу клиентскую базу. В случае смерти вы получите приоритетный доступ к услугам нашего общества. Разумеется, мы надеемся, что к числу наших клиентов вы примкнете еще не скоро. Последние слова мутанта были встречены новым взрывом аплодисментов. — На этом позвольте откланяться, дабы мастер Оно мог приступить к работе. Прошу вас соблюдать строжайшую тишину. Операция крайне деликатная и требует максимальной точности и сосредоточенности. Он отступил за стеклянную клетку и замер там, сложив руки на груди. Такеши Оно подошел к ванне, наполненной окрашенной жидкостью. После того, как ассистентки подкатили к нему тележку, он нажал на одну из кнопок пульта, закрепленного на краю емкости, и тотчас же из глубины ванны всплыл на поверхность овальной формы лоток со множеством отверстий по бокам. Обхватив плечи и икры трупа, ассистентки приготовились поднять тело, чтобы перенести в лоток. — Нет! — вышедший из зрительских рядов крик возмущения разорвал сосредоточенную атмосферу комнаты. Валентина вскочила со своего откидного сиденья, сбежала с помоста и бросилась к Оно. Шум шагов сзади дал ей понять, что Вермеер, который вот такая ее реакция сперва застала врасплох, устремился следом. Такеши Оно даже не пошевелился. Глаза, скрытые полупрозрачными стеклами очков, не выражали никаких эмоций. — Убийца! — прокричала Валентина, ткнув указательным пальцем в грудь японцу. — Мало вам того, что вы ее убили! Она повернулась к умершей и резким движением сорвала с ее лица маску, а вместе с ней и синтетические волосы, которые были приклеены к пластику. Только тут Валентина поняла, как сильно она ошибалась. Женщина, лежавшая на тележке была, не жюдит. Два одновременных укола в руку, за которыми последовала дикая боль, заставили ее выронить маску. Мысль сопарализовала, и она упала на пол, неспособная пошевелиться или что-либо вымолвить. Взгляд ее пересекся со взглядом растянувшегося рядом парализованного Вермеера. Свернувшись калачиком, он тщетно пытался собраться с мыслями. Не двигая головой, Валентина сумела поднять глаза. Над ней, с большим пистолетом из желтого с черным пластика, от которого исходили две голубоватые стрелки, стояла рыжая девушка-распорядительница. Валентине показалось, что она различила довольную улыбку на губах девушки. Второй разряд оторвал ее от пола. С гулким грохотом она вновь упала, сбив дыхание, и предпочла потерять сознание, прежде чем ассистентка Такеши Ону в третий раз нажмет на курок тазера. Примечание. Тазер по названию детской приключенческой книжки – специальное оружие, используемое, как правило, полиции, внешне напоминает электрический фонарик. С расстояния в несколько метров в тело преследуемого выпускаются две небольшие стрелки с зарядом в 15 тысяч вольт, которые временно парализуют преступника, не вызывая отдаленных последствий. Конец примечания. Глава сорок четвертая. Когда Валентина очнулась, вокруг стояла кромешная тьма. Какое-то время она просто неподвижно лежала на полу, от электрических разрядов ломила все тело. Решив, наконец, пошевелиться, заметила, что руки скованы за спиной наручниками. Чтобы сесть, пришлось немного поизгибаться. Правая рука, та, в которую вонзилась жала тазера, совершенно онемела, попыталась упереться ладонью в пол, и тут же всю руку до плеча пронзила стреляющая боль. Валентина глухо застонала. «Прекрасное вмешательство», — произнес рядом с ней голос Вермеера. «Эффектное и эффективное. В следующий раз придется оставить тебя дома». «Простих, Юга, согласна, гордиться мне нечем». «Да ладно. По крайней мере, теперь ты знаешь, что не создана для героических поступков». Сквозь сарказм проскальзывала легкая горечь. «Надо же», — продолжал он. «Даже не думал, что все обстоит так плохо. Если выживем, сам буду ратовать за запрет этой гнусности. Знаешь, где мы? Не имея ни малейшего представления. Где-то в том здании, вероятно. Не думаю, что мы долго будем оставаться в неведении». Валентина вздрогнула. «Замерзла?» — спросил Вермеер. Она покачала головой, даже не подумав о том, что друг не может ее видеть. Подумала о том трупе. «Это ведь была не Юдит, верно?» «Не она». «Тогда кто же?» «Одна чудесная женщина». Мужской голос, ответивший на этот вопрос, исходил откуда-то позади них. «Она была сильной и мужественной. Продолжал неизвестный. Если бы вы были с ней знакомы, вы бы тоже понимали, сколь несправедливой была ее смерть. Мне следовало перепробовать все, чтобы не дать ей умереть. Следовало...» «Кто вы?» «Дай-ка отгадаю», — произнес Вермеер. «Не последний ли наш приглашенный?» Мужчина ничего не ответил. «Снимите наручники», — потребовала Валентина. «Вы не имеете никакого права держать нас здесь против нашей воли». К ее величайшему удивлению, мужчина с ней согласился. «Вы правы». Это не отвечает представлению о воспитанности. Он включил рубильник. Ослепленное внезапным потоком света, Валентина почувствовала, как мужчина опустился у нее за спиной на колени и расстегнул наручники. То же самое он проделал и с Вермеером, прежде чем вернуться на место. Когда зрительное восприятие стало нормальным, Валентина поискала глазами друга. Тот уже был на ногах. Прохрамывая, он прошел несколько метров, что их разделяли, и помог ей подняться. «Ты как?» — спросила у него Валентина. Вермеер поморщился, положив рукой на поясницу. «Электричество! Не лучшая терапия для моих больных позвонков. Ну, я это переживу. Ты-то как?» Валентина покачала головой, показывая, что она чувствует себя нормально. Растирая руки, чтобы усилить кровообращение, она быстренько осмотрелась. Комната, в которой их заперли, оказалась просторным салоном, обставленным в стиле ампир. Единственное исключение из этого единообразия касалось картин, выставленных на самых видных местах. Здесь присутствовали полотна на любой вкус. Условно хозяин дома поставил перед собой цель завешать стены калейдоскопом, охватывающим в тридцати картинах всю историю искусства, от примитивизма до абстракционизма. Валентина узнала, в частности, большую Марину Николая де Сталя, фотография которой находилась в картотеке, обнаруженной ею в квартире Эбота. Эта находка тотчас же сменилась в ее голове кучей вопросов, которые вызывало присутствие в комнате незнакомца. Погруженный в собственные мысли, тот стоял к ним спиной, неподвижно, положив руки на спинку стула. Вермейр обратился к нему, преисполненным упреком голосом. — Вам придется нам кое-что объяснить. Мужчина повернулся. Узнав его, голландец инстинктивно отпрянул. — Черт возьми! Премьер-министр сделал успокаивающий жест. — Искренне сожалею о том, что случилось. Я этого не хотел. Просто потерял контроль над событиями. Его осунувшееся лицо несло на себя отпечаток глубокой усталости. Вдали от вспышек и камер он выглядел призрачной сероватой пародией на динамичного главу правительства, каковым он оставался для всего французского народа. — Значит, тело... Вермейр обнаружил подтверждение своей догадки в глазах Валентины. — Но зачем? Премьер-министр обошел стул и опустился на сиденье. — Что тут скажешь? — Любовь. — Долгие месяцы. Она умирала у меня на глазах, а я ничем не мог помочь. Вы не знаете, что это такое. Видеть, как та, которую ты любишь, мало-помалу превращается в тень. Она была такой красивой. Я не хотел ее терять, понимаете? Премьер-министру, похоже, необходимо было выговориться, излить душу, пусть даже и перед незнакомыми ему людьми. Черты лица его расслабились в то время, как он продолжал объяснение. Я познакомился с Оно восемь или девять месяцев назад, во время одного из приемов. Моя супруга тогда чувствовала себя довольно хорошо, но было очевидно, что она обречена. Она и сама это знала. Врачи сказали. Кто-то рассказал мне о технологии Оно. Я пригласил его к нам, и в тот же вечер мы все обсудили. Я попросил его обработать тело жены, когда... Он запнулся, когда придет время. Он согласился мне помочь, но взамен запросил головокружительную сумму. Я был готов на все, конечно, но такими средствами не располагал. Буквально за неделю до того, как у жены обнаружили рак, купил картину, небольшую акварель Шагала. Ничего особенного, но я вложил в нее все наши сбережения. Ее-то я и предложил Оно в качестве оплаты его услуг. В мозгу Валентины тотчас же установилась связь. Акварель... Вы купили ее у Боденжи, не так ли? Услышав имя директора музея, премьер-министр поморщился, но спрашивать Валентину об источнике ее информации не стал. Он пожал плечами. Я полагал, что заключаю отличную сделку. И тогда вы представили Боденжи Оно. Он хотел инвестировать в предметы искусства. Когда он узнал, что я знаком с человеком, который может продать ему картины выдающихся мастеров на столь выгодных условиях, то воспользовался случаем. Делал одну покупку за другой. Мне уже тогда следовало понять, что здесь что-то не так. А когда он пожелал продать Шагала, дополнила Валентина, то обнаружил, что вас надули, а вместе с вами и его. Акварель ему не нравилась. На его вкус она была недостаточно броской. В подкреплении своих слов он широким жестом указал нависевшие на стене картины. Он захотел от них избавиться. Когда через неделю узнал, что акварель — подделка, позвонил мне, чтобы сообщить, что она ничего не стоит. Он был в ярости. В тот момент моя жена уже организировала. Я потерял голову, не знал, как быть. Тогда Оно, чтобы покрыть расходы по обработке тела, предложил мне организовать это представление. Выбора у меня не было, пришлось согласиться. Его рот искривился от отвращения, скорее, к самому себе, нежели к тому, что происходило в нескольких метрах оттуда, в той комнате, где Такеши Оно и его ассистентки работали над телом его супруги. — Пусть Боденже и надул вас, — заметил Вермейер. — Это не давало вам повода его убивать. Лицо политика окаменело. Я ничего не знал до прихода суда. Ни об Боденже, ни об убийце, которого Оно посылал в Лондон, он только что обо всем мне рассказал. Можете представить, как его рассказ меня ужаснул? Я и подумать никогда не мог, что он зайдет так далеко. — Зачем он пытался убить в Лондоне нас? — спросила Валентина. — Штерн и я не имели ко всему этому никакого отношения. Штерн раскрыл сам факт того, что эта акварель была подделкой, и Оно не мог простить ему этого. Поймите, этот человек безумен. Он руководит своего рода сектой, адептами, которых он принуждает уродовать себя. Он бредит об обновлении человеческой расы. Такеши Оно давно уже не отдает себе отчета в своих поступках. И вы даже не пытались его остановить? Премьер-министр опустил голову. Последние полгода я ни о чем другом, кроме жены и работы, и думать не мог. Не представлял, насколько Оно опасен. Теперь уже слишком поздно. Валентина раздраженно повела плечами. — Ошибаетесь? Еще можно вмешаться? Оно похитил одну нашу подругу. И мы должны убедить его отпустить ее. Вы можете нам помочь. Когда он закончит с моей женой, я поговорю с ним. Больше ничего сделать не могу. Я слишком глубоко увяз в этом деле и не... Он резко запнулся, так как открылась дверь. Вошел мутант, по-прежнему облаченный в свой безупречный костюм. Казалось, он удивился, увидев Валентину и Вермеера без наручников, но никакой отповеди по этому поводу не отпустил. — Подготовка вашей супруги закончена, — сказал он премьер-министру. — Мастер Оно ждет вас. К политику тотчас же вернулась видимость самообладания. Он встал и поправил узел галстука. — Хорошо. — Он также хочет видеть и вас, — заявил мутант Валентине. — Будьте добры проследовать за мной. Он отвел их в уже знакомый Валентине зал, тот самый, куда всех сопровождали по прибытии. Поджав ноги с закрытыми глазами, Оно сидел в углу комнаты. Премьер-министр сделал шаг в его направлении. Мутант остановил его. — Мастер Оно медитирует. Сейчас его беспокоить нельзя. — Но мне необходимо с ним поговорить. Вам представится такая возможность через несколько минут, когда он закончит. Политик понял, что, настаивая, он ничего не выиграет. — Но моя жена? Где моя жена? Мутант повернулся к эстраде. По-прежнему погруженные в полумрак в ступени опустили. Лишь одна из зрительниц осталась на своем месте. Премьер-министр бросился к ней. — Вы не знаете, где моя жена? Женщина не отвечала, и он прикоснулся к ее плечу. Вновь никакой реакции. Наконец он понял. — Боже мой! — прошептал он. На него смотрела жена, еще более красивая, чем в его воспоминаниях. Чертами ее овладело умиротворенное выражение, не имевшее ничего общего с той гримасничающей маской, которая отпечаталась на ее лице во время агонии. В глазах мерцали задорные искорки, немного смягчаемые неподвижностью взгляда. Мир перестал существовать для премьер-министра. Он упал на колени перед супругой. Чудо, о котором он так мечтал, осуществилось. Отныне даже время не было властно над их любовью. Глава сорок пятая Такеши Оно открыл глаза и поднялся на ноги. Ассистентки бросились к нему, одна сняла с него рабочий халат, который другая тотчас же заменила его черной домашней курткой, после чего они встали по обе стороны от японца в шаги позади него. Мутант знаком дал Валентине понять, что она может приблизиться. Вермеера он остановил рукой. — Не вы. — Девушки-распорядительницы вас проводят. Голландец попытался было протестовать, но Валентина его успокоила. — Не волнуйся. — Подожди меня за дверью. Ассистентки окружили Вермеера. В руке у рыжей был тазер, дуло которого смотрело в пол. — Ладно, — произнес Вермеер, — я пойду с вами, раз уж вы так настаиваете. Прежде чем выйти, он обернулся к террасе и бросил последний взгляд на премьер-министра. Безразличный ко всему, что происходило вокруг, тот рыдал. Уронив голову на колени жены, помощи от него ждать не приходилось. — Валентина подошла к Оно. — Где Жюдит? — спросила она. — Что вы с ней сделали? Хозяин смелил ее долгим взглядом. Ответ был коротким. — Всего лишь одна сухая фраза, произнесенная холодным, но лишенным враждебности голосом. — Ваша подруга совершила святотатство, — пояснил мутант. — Жюдит не сделала ничего плохого. Мутант не стал переводить ее ответ Оно. Она пыталась посягнуть на одну из скульптур мастера. Продолжал он по собственной инициативе. — Это непозволительно. Она просто хотела удостовериться, что это тело ее мужа. Отпустите ее, и она больше не причинит вам беспокойства. Я ручаюсь за нее. Если желаете, мы подпишем любые бумаги. — Слишком поздно. Мастер Оно имеет на нее грандиозные планы. То есть, он выбрал вашу подругу для воплощения следующего этапа своего великого творчества. Это большая честь для нее. Не понимаю. Мастер Оно желает перейти к новой фазе своего процесса регенерации. Он хочет испробовать свою технику на живом человеке, чтобы посмотреть, как отреагируют клетки. — Валентине понадобилось несколько секунд, чтобы оценить весь масштаб этой гнусности. — Нет, — пробормотала она, — вы не можете этого сделать. Она сделала еще один шаг в направлении Оно. Мутант хотел вмешаться, но Такеши Оно отдал ему приказ, сопровождаемый коротким пояснением на японском. Явно смущенный, мутант не торопился переводить. Легким кивком Оно отмел всю его осторожность. — Мастер ценит вашу преданность, — неохотно проговорил мутант. — Он готов вернуть вам подругу. — Спасибо. Скажите господину Оно, что я ему очень признательна. — Но ему нужна компенсация. — Какая? Мутант вопрошающе взглянул на Оно. Тот в ответ пролаял несколько хриплых, звукоподобных слов. — Тело на тело, — перевел мутант. — Он возвратит вам подругу, если взамен вы снабдите его другим телом. — И где я, по-вашему, должна взять труп? Мутант покачал головой. — Вы не поняли. Трупы мастер Оно может заполучить когда угодно и в любом количестве. Если вы хотите вновь увидеться с вашей подругой, то должны предоставить ему кого-то живого. Глава 46-я Штерн взглянул на только что принесенную Колин Гейнс фотографию. Это был тот же снимок, который она показывала ему несколькими днями ранее, но на сей раз увеличенной с краев. Жена премьер-министра в вечернем платье и с бокалом шампанского в руке позирует перед акварелью Шагала. На этом фото она была уже не одна, а в окружении мужа и Такеши Оно. — Коллеги переслали факсом вчера вечером, — пояснила агент ФБР. — Это оригинал. — По крайней мере, премьер-министр не сможет сказать, что он не был знаком с Оно. — Вы намерены использовать снимок против него в том случае, если с подругой Валентины что-то случится? Вместо ответа Штерн направил пульт дистанционного управления на огромный экран, закрепленный на стене. На круглосуточном новостном канале шла передача, посвященная премьеру. Старые кадры с его изображением следовали один за другим. Вот он пожимает руку Ангеля Меркель на встрече большой двадцатки. Вот о чем-то беседует с президентом на крыльце Елисейского дворца после Совета министров. Вот выходит из больницы, где за пару дней до этого скончалась его супруга. Из уст женщины-диктора то и дело звучало слово «отставка». — Сегодня утром, прямо перед звонком Валентины, он подал в отставку, — сказал Штерн. — В коммунике говорится, что он настолько сражен смертью жены, что больше не может исполнять свои обязанности. — Стало быть, никакой пользы из этой фотографии мы уже извлечь не сможем. — Похоже, нет. Нужно придумать нечто другое, чтобы помочь Валентине спасти подругу. — Вы можете вмешаться? Американка покачала головой. — Мое начальство все еще в шоке от того, что случилось с Сарелем. — Мне не дадут добро на спасательную операцию. — Я так и думал. — Сожалею, придется действовать как-то иначе. — Штерн выключил телевизор. — Когда вы планируете перевезти Эботта? — В конце недели. Я сама доставлю его в Вашингтон. — Вы уверены, что хотите этого? — Не лучше ли будет отправить его за решетку? Гейнс тотчас же положила конец спору. Мы уже все обсудили. Наше решение окончательно. Не будем к этому возвращаться. Штерн положил пульт на стол и тщательно подровнял двумя ручками Монблан, лежавшими перед ним. — Извините, — сказал он наконец, — но мне нужно сделать один звонок. Гейнс кивнула. Она пересекла комнату и подошла к ожидавшему у окна Эботу. Сняв трубку, Штерн нажал на клавишу, которая устанавливала связь с секретариатом фонда. — Будьте добры, соедините меня с комиссаром Лопезом из уголовной полиции. Он отключился. Не прошло и минуты, как раздался сигнал, сообщающий, что абонент на связи. Старик вновь снял трубку. Комиссар Элиас Штерн беспокоит. — Чему обязан этой честью, мс. Штерн? Мне нужна ваша помощь. — Я вас слушаю, — произнес Лопез после продолжительной паузы. — Дело довольно деликатное. — Продолжайте. — Мне нужно тело, и я не знаю, где его раздобыть. — Вы хотите сказать, труп? — Нет, еще живой человек. У вас такие имеются? — Я полицейский, а не сутенер. — Я абсолютно серьезен, комиссар. Мне нужно тело. Кто-то, кто мог бы исчезнуть и уже никогда не всплыть снова. — Тот же я всегда спрашивал себя, чем вы там занимаетесь с этим вашим фондом. — Не уверен, что так уж хочу это знать. Это важно. Речь идет о спасении одной женщины. — То есть вы хотите обменять ее на кого-то другого? — Общую мысль вы уловили верно. Лопез на какое-то время задумался. — Есть у меня одна идея. — Но вам придется самому всем заниматься. Я никак не должен быть в этом замешан. — Разумеется. И, конечно же, этого разговора не было. — Эта линия защищена. О нашей беседе никто не узнает. — Хорошо. — Я вас слушаю, комиссар. Лопез произнес имя. Несколько секунд Штерн взвешивал все последствия своего будущего решения. Взгляд его переместился на Эбота, о чем-то переговаривавшегося с Гейнс в другом конце комнаты. На лице старика отпечаталось некое двусмысленное выражение. — Меня это устраивает, — сказал он. — Огромное вам спасибо. — Глава сорок седьмая. Для Генри Лоренса день начался идиллически. Прежде всего, раздвинув ставни, он не обнаружил под окнами ни одной полицейской машины. Уже сам тот факт, что в час завтрака он не видел этих простодушных реп за ветровым стеклом, привел его в прекрасное расположение духа. Вторая хорошая новость пришла в тот момент, когда он выходил из душа. Его человек в полиции позвонил, чтобы сообщить информацию, имевшую к нему самое непосредственное отношение. Лопес действительно собрал своих людей и объявил, что решил снять с Лоренса наблюдение. До сих пор расследование ничего не дало, — заявил он, — так что не стоит больше терять время. Не имея возможности выйти на заказчика избиения своих коллег, шпики взяли непосредственных исполнителей и располагали достаточными доказательствами для того, чтобы надолго засадить их в тюрьму. Лопес решил этим довольствоваться, тем более, что парней у него было в обрез, и он нашел новый источник вдохновения. Откуда-то ему стало известно, что в стенах фонда Штерна находится некий фальсификатор картин. Человека этого вроде как зовут Алана Эбот, он весьма одарен и крайне активен, а работы его разошлись по многим коллекциям, словом, настоящее ходячее бедствие. Нельзя позволить ему и дальше безнаказанно штамповать фальшивки. И потом, это отличная возможность выяснить, чем же в действительности занимается Штерн в своем особняке на улице Сен-Перн. В конторе не было человека, который не знал бы об одержимости шефа старым торговцам, поэтому то, что он перекидывает людей, следивших за Лоренцем, на фон Штерна, никого не удивило. Всех поразило другое. Непривычная великодушие комиссара, который предоставил подчиненным день отдыха перед новым заданием. Такая щедрость никого особо не обрадовала. Послание было ясным. Лопес заставит их пахать круглосуточно и без выходных, до тех пор, пока они не нароют что-либо на Штерна. Новости были из разряда «лучше не придумаешь». И Лоренц вышел из дома, весело насвистывая. Даже перспектива собственноручно вести Хаммер не омрачила его настроение. В любом случае, он намеревался взять новых телохранителей вместо трех предыдущих кретинов. Кого-кого, а безмозглых баранов кругом хватало. Он отвел себе два дня на подбор нового, более компетентного персонала. Раз уж Лопес столь любезно приоткрыл перед ним дверцу, не воспользоваться такой возможностью было бы грешно. Через весь Париж он направился прямо в седьмой округ. Удача продолжала ему улыбаться. В тот самый момент, как он подъехал к дому, с парковки, освободив место, выехало небольшое пежо, за рулем которого сидела какая-то негритянка. Чересчур смуглая на его вкус, но брошенная ей улыбка с избытком компенсировала этот природный недостаток. Бывают дни, когда жизнь начинает походить на сон. Следующую пару часов Лоренц провел за прослушиванием по радио комментарии к футбольному матчу. В фонд никто не входил, как никто из него и не выходил. Это тягостное ожидание, однако, пролетело для него почти незаметно. Матч выдался увлекательным, день был теплым и солнечным, да и он перед отъездом не забыл захватить с собой сладости. Пока все шло хорошо. В половине первого калитка, наконец, открылась. Вышли двое, мужчина и женщина. Она, тридцать, с небольшим, шатенка, симпатичная. Лоренц едва не забыл о сопровождавшем ее мужчине. Борода, растрепанные волосы, картонная папка для рисунков под мышкой, карикатура на художника. Эбот, вне сомнения. Настроение поднялось еще на одну ступеньку. Этот фальсификатор — потенциальный станок по печатанию денег. Он принесет миллионы евро. Все, что от него требуется, убедить этого парня поработать на него. На этот счет Лоренц был спокоен. Должным образом примененный паяльник убеждал и самых упрямых. На тротуаре парочка разделилась, женщина двинулась в сторону сена, тогда как мужчина пересек улицу и зашагал в направлении латинского квартала. «Такой шанс может больше и не представиться», — подумал Лоренц. Он не колебался. Повернув ключ в замке зажигания, он выехал с парковки и медленно покатил вдоль тротуара. Поравнявшись с добычей, опустил стекло и окликнул подделывателя. «Эбо, черт возьми, вот так встреча!» Фальсификатор посмотрел на него с заинтригованным видом. «Не узнаешь!» «Вот, похоже, не имел ни малейшего представления о том, кто он такой». «Неудивительно, они никогда не встречались. С ума сойти!» Продолжал Лоренц с восторженным тоном. «Бывают же совпадения. Никогда прежде в этих местах не был, а стоило оказаться, как встретил тебя». «Определенно, это надо отметить». Он остановил Хаммер, поставил наручной тормоз и, оставив двигатель включенным, вышел из машины. И Бот застыл на месте. Судя по его ошеломленному виду, он изо всех сил пытался вспомнить, где могли пересекаться их пути. «Пусть поломает голову, придурок». План был прост. Под угрозой оружия вынудите Бота сесть в Хаммер. На всякий случай Лоренц захватил с собой кое-какие рабочие инструменты. Нехти что, по правде сказать. Так, мелочь во избежание неожиданностей. Пару наручников, охотничий нож, рулон широкого скотча, длинную цепь, топор и паяльную лампу, разумеется. Когда Эбот, связанный и с кляпом во рту, окажется в багажнике, он отвезет его в одно укромное местечко, домик, затерявшийся в сельской глуши, километрах в сорока от Парижа, и оборудует ему там удобную мастерскую. Эбот сможет там работать со спокойной душой. Шпики о существовании этого прибежища даже не подозревают. Подделывателю ни о чем не придется беспокоиться. Раз в две недели Лоренц сам будет доставлять туда провизию, увозя одну или две готовых к продаже картин. Если Эбот не пожелает играть по этим правилам, то прикованный к батарее сдохнет с голоду, будет творить в обмен на жратву, куда он денется. Лоренц начал обходить автомобиль спереди. Его счастливый день подходил к апофеозу. Штерн и Лопес сами преподнесли ему этого фальсификатора на блюдечке с голубой каемочкой. Как-то все слишком просто, подумал он, друг. Но развить мысль не успел. С другой стороны Хаммера раздался резкий скрежет шин, сопровождавшийся глухим ударом. — Какого хрена? — воскликнул Лоренц, бросившись к заду внедорожника, чтобы оценить ущерб. Водитель такси, въехавшего в его Хаммер, уже вылезал из машины. — Примите мои извинения. Произнес он, подойдя к Лоренцу. — Идиот! Нет, ну надо же быть таким бараном! Трудно, что ли, смотреть перед собой? Должен заметить, что вы остановились во втором ряду, не включив аварийные огни. Лоренц смелил его испепеляющим взглядом, ну и клоун. Усы, подстриженные до миллиметра, какие уже не носят лет сто с лишним, застегнутая на все пуговицы рубашка под грязным зеленую и желтую полоску блейзером. Но это еще куда не шло. Хуже другое. Берет на голове. Такие в современной Франции, если и можно увидеть, то лишь у водителей такси до заезжих голливудских сценаристов. — Не волнуйтесь, — сказал таксист. — В любом случае, вина здесь полностью на мне. Составим протокол, и страховка возместит вам ущерб. Он помахал синий-желтым листком, который держал в руке, а затем положил его на капот своего автомобиля и протянул Лоренцу ручку. — Не заполните вашу часть. Я пока поищу фотоаппарат, страховка. Да вы и сами знаете, чем полнее ваше досье, тем быстрее они рассмотрят дело. Лоренц неохотно подчинился. Заполняя формуляр, мельком взглянул на тротуар. Вот и, естественно, уже и след простыл. Хлопнула дверца такси. Уголком глаза Лоренц заметил, что водитель что-то держит в руке. Он удивился размеру предмета. Неужели столь громоздки еще выпускают? Когда он понял, почему фотоаппарат имеет такую странную форму, было уже слишком поздно. Игла пистолета уже врезалась в его кожу. Лоренц внезапно почувствовал, что мышцы больше его не слушаются. Словно сделанные из хрупкого пластика подкосились ноги, голова завалилась на бок, и тотчас же за ней последовало все остальное. Руки таксиста подхватили его в районе талии, не дав упасть на асфальт. За мгновение до того, как наркотическое средство восторжествовало над разумом, в его поле зрения угодил знакомый силуэт. В последнем усилии Лоренц сосредоточил на нем то немногое внимания, что еще оставалось в его распоряжении. Из ниши соседнего строения, дымя сигаретой, на происходящее рассеянно взирал комиссар Лопес. Затем все погрузилось во тьму. Глава сорок восьмая Водитель такси задвинул бесчувственное тело Лоренца подальше в багажник и захлопнул крышку. Затем сел за руль, снял берет, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и сменил блейзер на безукоризненном покрое пиджак, который лежал на соседнем сиденье. Устроившись у открытой дверцы, Хьюго Вермейер небрежно забросил папку для рисунков вглубь машины. Мои поздравления, Жорж. Безукоризненное выступление, как, впрочем, и всегда. Спасибо, мс. Вермейер. Вы были не менее великолепны. Рад, что клуб Дюмас умел вам угодить. Вы же знаете, мы всегда в вашем полном распоряжении. И я могу надеяться на ваше молчание, не так ли? Не будь Жорж воспитан в лучших традициях, он бы, вероятно, как следует, отчитал того, кто посмел задать ему подобные вопросы. А так, чтобы подчеркнуть глубину своего возмущения, он лишь немного повел левой бровью. Не хотел вас обидеть. Тотчас же извинился в Эрмейер. Знаете, куда доставить груз? Адрес вы мне уже дали. Не забудьте, взамен вам должны передать молодую женщину. Если возникнут какие-то проблемы, избавьтесь от этого мерзавца. Будет исполнено. Эрмейер склонился над дверцей. Признайте, Жорж, в таком нелепом прикиде вы меня еще не видели. Метродотель отбросил свой высокомерный вид. Легкая улыбка приподняла его усы на несколько миллиметров. Честно говоря, иного я от вас и не ожидал. До сих пор вы не использовали свой потенциал и наполовину. Что с вашей стороны было весьма постыдно. Надеюсь, в будущем вас будут посещать не менее занимательные мысли. Ответ его Вермейер встретил восторженным хрюканьем, и во взгляде голландца зажегся огонь возбуждения. Перед ним только что открылся новый мир, к исследованию которого он намеревался приступить в ближайшее время. Глава 49 Разгоняемый безжалостным ветром, мелкий дождь падал на кладбище Монпарнас, проникая, несмотря на зонты, сквозь малейшие щели одежды. Церемония прошла просто и быстро. Помимо Валентины, Вермейера и Штерна, лишь горстка друзей провожала Тома в последний путь. Даже Зюдит, которая десять лет преследовала призрак своего мужа, казалось, не терпелась со всем этим покончить, перевернуть, наконец, эту страницу и мало-помалу приспособиться к собственной жизни. Едва гроб опустили в могилу, она направилась к выходу с кладбища. На ее лице Валентина прочла не только печаль, но и глубокое облегчение. Самой ей не без труда удалось убедить себя в том, что все закончилось. Со дня освобождения Зюдит прошло два месяца. Вопреки ожиданию, Такеши Оно повел себя весьма корректно. Он забрал Лоренца, о котором больше никто ничего не слышал, вернув взамен Зюдит. Ящик с телом Тома доставили в фонд в тот же вечер. Отношения между Жюльеттой и матерью наладились быстро и безболезненно. После того, как девочки объяснили, что ее отец в самом деле мертв, что его тело найдено и вскоре будет захоронено, она заметно успокоилась. Метаморфоза была еще более заметна от того, что теперь Жюльетта выказывала такую жажду жизни, какой прежде за ней не замечали. Зюдит, напротив, тяжело давался переход к новому, без постоянной боли и страданий существованию. Словно замкнувшись в себе, она отказывалась говорить с Валентиной о своем пленении. Несколько недель Валентина выискивала какие-либо знаки в прессе, но ни один журналист не связал последние события с освобождением Жюдит. Отставка премьер-министра вначале была воспринята с изумлением. В итоге все согласились с тем, что личная драма не позволяет ему думать о государственных делах. Он уехал оплакивать жену куда-то в провинцию и с тех пор больше не появлялся на публике. Полтора месяца назад Арс Мортис была официально запрещена. Пластик Инкорпорейтед не могла больше проводить выставки на французской территории, если только не хотела нарваться на астрономический штраф. Обнаружение трупа Тома, однако, на это решение никак не повлияло. Суд просто-напросто вынес решение по делу, возбужденному против Пластик Инкорпорейтед, задолго до того, как Жюдит опознала тело мужа. Организаторы экспозиции не смогли объяснить происхождение выставленных на всеобщее обозрение тел. Из чистого любопытства Вермеер с неделю назад прогулялся мимо столь любимого парижским бомондом здания, того самого, где Такеши Оно устраивал свои странные представления, фасад строения украшал огромный щит с надписью «Продается». Конец истории. Служащие похоронного бюро закончили засыпать могилу землей. Валентина заметила, что осталась одна. Вдалеке рука об руку шли в направлении выхода Жюдит и Жюльетта. Вермеер с сигаретой в зубах стоял у калитки. Дождь прекратился в один миг, и тонкий лучик солнца упал на стелу, которую вот-вот должны были установить. Дата смерти, выгравированная на мраморе, являла собой странный контраст со свежевскопанной землей. То масса ваш — 1973-й, 2000-й. Валентина прочла надпись в последний раз, закрыла зонтик и тоже направилась к выходу. Элиас Штерн поджидал ее в двух рядах от места захоронения на скамейке, защищенной от дождя густой листвой растущего рядом дерева. Когда она присела рядом с ним, старик накрыл ее руку своей, как имел обыкновение делать, но с еще большей деликатностью. — Все в порядке, Валентина? — Странно. Жюдит ждала этого момента десять лет. Я думала, что он будет значить для нее гораздо больше. Ушла, как будто убежала. Она всего лишь нуждалась в доказательстве смерти мужа, чтобы самой вернуться к жизни. К счастью, все наконец закончилось. — Кстати, вы мне не сказали, как его тело оказалось у Ону. — Похоронная команда русских. Они подобрали все тела, какие нашли после штурма Грозного. Кто-то из похоронщиков продал наиболее презентабельные тела, пластик, интерпорейтед, по несколько десятков долларов за штуку. Ужасно. Эта бедная женщина все землю прикопала только потому, что какой-то мерзавец захотел легко заработать полсотни долларов. Какая мерзость. Он вытащил из кармана плаща какой-то журнал и протянул Валентине. — Держите, будет что почитать вечером. Старик с трудом, опираясь на трость, поднялся на ноги. Жак, водитель фонда, поспешил на помощь. В медленном ритме старика они направились к выходу с кладбища. Валентина еще немного посидела на скамье. Уже вставая, она заметила, что Штерн пометил центральный разворот журнала при помощи закладки. Любопытство взяло верх. Под заголовком «Скульптор душ» стояла фотография Такеши Оно, снятая посреди его произведений. Снимок сопровождал следующий комментарий. Благодаря революционной технике консервации человеческих тканей, Такеши Оно превратил человеческую анатомию в настоящее искусство. До сих пор, редко появлявшийся на публике, он решил лично открыть берлинский этап своей выставки «Арс Мортис» на днях, запрещенной во Франции. Здесь мы видим мастера перед его последней живой скульптурой, которая стала символическим отображением алчности. Это произведение, по словам Оно, знаменует определяющий этап его творчества. Валентина, устремленный в объектив взгляд Такеши Оно, был начисто лишен каких-либо эмоций, что для Валентины откровением не стало. Чуть сбоку от японца, на заднем плане можно было различить расчлененное тело, скульптура представляла собой весьма тучного, даже жирного мужчину, занятого подсчетом огромной горы банкнот, высыпанных на стол. Внимание Валентины привлекла одностранная деталь — массивные золотые часы на запястье трупа поверх оголенных мышц. Под мощным светом прожекторов бриллианты, рассыпанные по всему циферблату, сияли тысячами огней. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов. Продолжение следует...